Let's go, ребятки! Итак, мы проходим мануальную терапию и сейчас мы подошли к такому моменту когда нам надо декомпрессировать позвоночник но чтобы это произвести еще более эффективно мы немножко подстукиваем в астистые отростки вот туда вперед и вниз вперед и вниз в стол почему? потому что астистые отростки они растут вот так вот, гребенкой назад вы это можете видеть, например на скелете они направлены вот так вниз-назад примерно 45 градусов примерно наше расстояние до поперечных отростков два пальца вот так вот и между астистами тоже через два пальца через каждые два пальца они идут то есть это наша ориентация значит, укладываем у человека по свободе между руки светили в сторону, голову на бок если надо, могу подушечку дать не надо? так, и соответственно ну, приемов много разных есть да, вот например, вот такие вот штуковины продаются типа гвоздя, я не знаю как это называется значит, находим ямочку где скомпрессированы позвонки ну, честно говоря вот позвонки вот он размером с пальчик, да, примерно по объему и между ними расстояние тоже, примерно, вот с мизинчик вот, если такое расстояние есть, это норма если где-то мы находим например, вот этот не норма, да, то упираемся по цирке двигался вперед и под него, видите, если я на астисти нажму, будет больно надо под него, вот между ними и пробиваем терпимо порезиненный вот этот уголок стамесочкой да, ладно смягчает удар или вот молотком тоже под сорок киянкой это резиненого киянка под сорок киянкой вперед терпимо, да, такой удар ну, соответственно, силы удара маневрируете то есть не надо всем бить одинаково, да ну, насколько терпит человек консистенция тела человека может быть жесткая может быть мягкая, там, желеобразная, да кому-то прям совсем мягенько если не сможете найти вот такой есть, так скажем, подручные материалы вот я купил катану она деревянная у нее вот тут тупой угол то есть она не застряна, видите, да и, соответственно, ну, магазин я игрушка не будем рекламировать значит, так же вот вставили между остистыми наклонили и под сорок киянцев вперед предупреждаем человека если бьем вот ниже ну, поясничный отдел, да соответственно можно током отдать в ногу если вот шейно-грудной переход то тут током может отдать в голову и и в руки вот я заметил, тут под сорок киянцев держал а тут я немножко угол изменил почему? атисты-то они продолжают расти под сорок киянцев назад но само тело, видите, наскат идет они вот туда опустились вниз к шее соответственно по шее желательно не стучать это более тонкая чувствительная часть здесь она то есть мы стучим в основном по грудному отделу почему? потому что они закреплены рёбрами шея, она слишком мобильная и поясницы достаточно мобильные по ним лучше желательно вот так вот не простукивать хотя в пояснице в некоторых случаях при люмбаге можно будет так, ну, соответственно, астисты-то отростки мы их нащупываем, да? и они должны быть на одной линии то есть вот, если пальцы не выдержат астисты-то отростки то вот так вот но бывает часто как у Буратино, да? вот они раз, в какой-то такой позе становились конечно, нам надо их подправить ротация в бок для этого также нам пригодится катана, она, видите, закруглена для чего? для того, чтобы нам форму спины соблюсти еще голову чуть вперед так, чтобы затылок не забить вот, в астисты прям упираюсь, да? и по 45 градусов туда, к центру проступим терпимо, да? и в обратную сторону можно руки поменять да, голову тоже в другую сторону все, выравниваемся также есть еще вот такие подручные материалы теннисный мячик он смягчает удар соответственно, вот мы так же его подсеркнуть градусов подключим и пробиваем здесь важно иметь жесткий упор упор в кости, чтобы он не на поверхности был, а в кости соответственно, за счет того, что он расплющивается он волей-неволей попадет в астистые отростки то есть, когда мы пальцами щупаем, нам, конечно, проще подушки пальцевами частицами когда вот катаной работаем, да? то, соответственно, просто чувствуем, вот бугорок а вот мы с него раз съехали и вот упор, да? упор не ослабляем, а держим его, держим катану здесь также, в принципе, вот вы катите мячик, да? раз, и вот уперлись с натяжением вот, натянулся, вот, уперся и пробиваем достаточно сильно как, чувствуется, да? через мячик но мягче, да? также реберно-поперечное сочинение прокатываем и я вам говорил, что все кости, которые от базиса растут вверх мы тянем и толкаем, пробиваем вверх все кости, которые ниже растут, толкаем вниз вот сустав наш ППС пластичный подвздошный находим, где вот ямочки визуальные ямочки, это там кость на одни сантиметры отступаем и к позвоночнику вот тут есть мясо туда вот влазит почти три пальца, но два два влазит сюда и здесь о, а здесь три влазит, да? значит, здесь шире расстояние тут короче значит, нам надо вот этот сустав рассоединить толкаем его вот сюда, в нашу сторону отпернуть с него и на расширение так же в крестец можно вот, да? чтобы пояснично-крестцовый сустав рассоединить упираемся в крестец вот упор есть и пробиваем туда если нету мячка такого, да? можно банку использовать для вакуумного массажа давайте вот так вот поперечные отростки и остистые ну, соответственно, по банке не бьем чтобы не было скоков если того и этого у вас нету, да? ну, можно сделать, например вот из полотенца такой вот валик, да? прицелиться в верхний уголок подвздошной кости и через него пробить терпим это, да? ну, через мячик лучше через мячик мячик, да? если не терпит, можно толще сделать да, вот такой вот и, например, на крестец вот нашли место вместо удара вот здесь вот видите, отбиваю от базиса назад вниз чувствительно, да? ну, то же самое с холкой мы будем делать, я показывать не буду просто просто для демонстрации то же самое можно и вот прям по спине пройтись бояться стоит только в том случае если человек в возрасте как правило, у женщин после 45, 50, 60 лет чем старше развивается остеопороз остеопороз это полистые кости и можно отломить остистый отросток, да? но за счет чего он отламывается? если удар приходится вот так вот то есть вот он идет на излом если удар приходится вдоль то он не сломается он выдерживает достаточно много ну и, соответственно, мы силы удара для людей с остеопорозом ослабляем чтобы еще больше ослабить силы удара ну, например, какая-то там маленькая девочка она не терпит, да? то мы можем применить свою руку вот опять же, по пояснице нам бить не обязательно потому что декомпрессируем на основном выше поясницу декомпрессируем немножко в другой позе потом покажу значит, ставим на базе с основания ладони и упираем все вот такой воздушной подушечкой вот да, получается у нас как раз минуя плавающие ребра в десятый позвонок вот мы обняли, как бы, остистый так вот, обняли его, как бы, да? и через свой палец вот этот надеваем вверх так чуть сильнее, чем через мячик, да? да, нет так же, да? ну, вместо мячиков у нас воздушная подушка получилась если у вас там палец как-то мнется вот так, вот так, вот не страшно главное, чтобы через него удар все равно дойдет укасательный ну, соответственно, можно кулаком так же пробивать таз если по тазу прям больно, да? через свои пальцы в эту сторону в эту сторону и крестец в эту сторону так же по ребрам ну, по ребрам можно прям прям достаточно мощным кулаком значит, там несколько видов ударов вот расслабленный кулак это получается такой хлесткий ударчик полный мощный кулак уже удар такой посерьезней бить можно, соответственно по реберно-поперечным сочинениям по остистам ну, тоже можно ну, немножко под углом и не так сильно по лопаткам можно по аккормиарным отросткам по плечам по тазу и по поясцу заметно, что я бью по ребрам вверх по диагонали по тазу вниз то есть можно вот так вот в разные стороны для декомпрессии поясничка тоже может выщелкнуть в разные стороны по позвоночнику так же можно в сторону бить не по позвоночнику, извините по реберно-поперечным сочинениям вот от центра в сторону как бы расширяю я его раздвигаю ребра ну и для декомпрессии сами вот эти вот астистые отростки между ними вставляем пальчик как бы обнимаем его вот так вот астистый да и через свой сустав найти просто через каждые два пальца отходим и пробиваем можно даже так поставить несколько пальцев вы заметили все удары у меня по нескольку раз почему по нескольку раз потому что если вы будете сразу бить достаточно жестко человек испугается его подсознание напрягется он где-то может словить спазм какой-то да поэтому это по высшей части такой рапорт с подсознанием ну как бы два предупреждающего дела и третий посильнее да чтобы человек готовился он как бы заранее знает что будет простучали все нормально все хорошо и соответственно все это идет для подготовки к нашей декомпрессии то есть расшатали растущие простучали да ударно-волновое воздействие и теперь компрессию как мы делаем несколько вариантов первое косточка начала мизинца натянули кожу я специально делаю без тряпочки по идее нужно тряпочку на сухую все мы делаем во-первых на разгоряченное тело там уже тепло видите гиперемия возникла можно дополнительно прошлет чтобы еще больше гиперемию создать вот на разогрето тело через тряпочку но он сухой поэтому мы будем делать на сухую вот так натянули кожу все ткани внутреннее мясо дошли до предела и после этого с выдохом толчок и в сторону и в сторону второй способ вот этой косточкой горховидной натянули то же самое и в сторону и вперед вот сухой игрался вперед и вниз третий способ вот эти косточки большого пальца треймером прошел пальцы уперлись и реценули как видите мы упираемся почти автоматически вот на два пальца от оси попадая в фасеточные суставы собственно говоря они-то и щелкают позвоночек не щелкает сам щелкают вот эти суставы и реберно-поперечные так первый второй третий четвертый способ мизинчиками также видите от оси получается попадаем на фасеточный сустав вот натянули и толкнули если не хватает вашей силы можно сесть на стол смотрите так вот здесь вот складочка идет в столе где он сгибается там ребра жесткости поэтому близко к этому месту он заем коленями практически возле таза пациента и например вот мизинцы мы делали да следующий прием большими пальцами делаем то же самое еще указательными пальцами ой большим пальцем вернее делаем указательными а большим можем упереться в фасеточный сустав поперечный отросток он от оси стого как раз на два пальца выше вот видите мы автоматически туда попадаем вот такой прием не хватает вам силы можете встать на ногах и вот полностью всем корпусом дарим еще один как бы лайфхак хвост у кенгуру вы знаете для чего да ну во-первых чтобы там сидеть чтобы для равновесия держать баланс во-вторых чтобы когда она делает прыжок длинный хвостом от ноги назад и прыжок получается еще длиннее собственно говоря то же самое у ящериц у белок да у всех у колбийных хвост она именно для этого как маховик используется мы в данном случае используем ногу свою ну любую ногу например вот эту что-то выпьешься чувствую что мне хватает чего-то и я начинаю раскачиваться и когда максимально раскачнулся и опа в тот момент я опа продавил что усиливает наше воздействие так еще один такой способ 8 получается наверное между тенором и гипотенором ладони захваты мастистые вот так вот получается и как раз у нас толщина получается 2-3 пальца как раз мы попадаем на посеточный сустав вот второе утяжеление опять же натянули и потолкнули ну у людей худеньких там или детей можно еще и довернуть вот так вот чтобы боковая ротация позвонка подправилась видите специально пальцы поднимаю чтобы вы видели что не пальцами я давлю а вот именно основанием ладони так ну что же друзья с вами был Олег Аллахгупин но я от вас не уйду пока вы не подписывайтесь на этот канал не поставите лайки а еще лучше вам быть здесь на тренинге где мы все подпоем на живой натуре отрабатываем все приемы друг на друге даю свет для просвещения и узнания сразу подписка тытыч субтитры субтитры